Это действительно хорошая новость от Сюй Ци, президента Realme China. Да, не Лей Цзюнь, а Сюй Ци. Если вы не знали, то это два разных человека. Ааа, что я понял? Итак, на платформе Weibo он выложил следующую информацию, которая для нас очень даже интересна. Как вы поняли, речь пойдет о смартфоне под брендом Realme, а в частности Realme HD 5. Друзья, с вами я, Эдскрайбер. Обязательно подпишитесь на этот канал, если еще не сделали этого. Если вы подписаны, то вы абсолютные красавчики. Поставьте лайкос этому видео, хотя бы 1000 лайков давайте наберем. Это самая минималочка. И я вам расскажу все подробности о новинке Realme GT 5. Задача достижения вершины производительности в флагманских моделях Snapdragon 8 поколения явно заинтересовала Сюй Ци, а именно Snapdragon 2 поколения. Возможно, он намекает на какие-то уникальные функции, технологии или подход, которые Realme собирается представить в грядущем устройстве. Ну и, конечно, не лишним будет напомнить, что если он появится и когда он появится на Алиэкспресс, я обязательно выложу его на своем телеграм-канале. И обязательно проходите на мой телеграм-канал, подпишитесь на него. Все ссылочки в первом комментарии и также в описании к этому видео. Публикация также может подразумевать, что Realme стремится к тому, чтобы их новый смартфон действительно преуспел в производительности и выделялся на фоне других флагманов. Возможно, мы увидим какие-то инновационные решения или же усовершенствования, которые позволят Realme GT 5 подняться на новый уровень производительности и функциональности. В любом случае, это вызывает интерес к тому, что же на самом деле готовит Realme в новом смартфоне Realme GT 5. Итак, процессор здесь все очень просто. Сам Dragon 8 второго поколения обещает невероятную мощность и энергоэффективность, что подчеркивает амбиции Realme создать настоящий флагманский аппарат. К тому же огромные 24 гигабайта оперативной памяти, надеюсь это будет, LPDDR5X позволит справляться со всеми задачами без сучка и задоринки. Что же касается зарядки, то она здесь будет сверхбыстрая на 240 Вт. Абсолютная дуринок, которая будет заряжать смартфон, но меньше 10 минут. Это значит, что пользователи смогут быстро заряжать свой смартфон и проводить меньше времени в ожидании. Это действительно революционный шаг в области зарядки. Дисплей с разрешением 1.5к очень даже неплохо. С поддержкой высокочастотного затемнения обещает невероятно красочные и четкие изображения, а также снижение загрузки на глаза при длительном использовании. Смартфон Realme GT 5 по всей видимости нацелен на впечатляющие характеристики и выдающуюся производительность, что несомненно привлечет внимание любителей технологий и мобильных устройств. Поговорим немного об экране. Экран 6.74 дюйма, OLED матрица 1.5к разрешения и частота обновления 144 Гц. Этот экран позволит не только наслаждаться потрясающей четкостью изображения, но и создавать более плавные и реалистичные визуальные эффекты в играх и при просмотре контента. Фронтальная камера стандартная на 16 мегапикселей обеспечит вам стандартные изображения. А вот задняя или же основная камера на 50 мегапикселей, причем датчик здесь от компании Sony IMX 890. Это уже очень отличная новость для тех, кто хочет снимать и снимать очень даже неплохо. Поддержка оптической стабилизации, конечно же, будет. Все это гарантирует потрясающий захват даже в условиях слабого освещения и предоставит возможность создавать стабильные четкие фотографии и видео. Сверх ширик на 8, макро на 2. Зачем они нужны? Кроме ширика я бы установил сюда ширик на 16, это было бы гораздо лучше. В целом набор камер позволит создавать интересные творческие фотографии. Итак, поговорим о производительности. Смартфон построен на базе Snapdragon 8 Gen 2. Вы сможете выбирать между двумя вариантами оперативной памяти 16 ГБ или же 24 ГБ LPDDR5X. Это обеспечит высокую производительность и плавную работу при многозадачности и требовательных приложениях. Хранилище также будет расширено и линейка будет от 128 ГБ до 1 ТБ. Очень, кстати, похоже на основного конкурента Redmi K60 Ultra. О нем я рассказал в предыдущем видео, посмотрите, если еще не посмотрели. Там, по сути, точно такие же характеристики и ценник получился очень даже неплохой. Так вот, здесь внутренняя память UFS 4.0. Это позволит вам хранить множество файлов, приложений и мультимедийного контента. Далее поговорим, наверное, о самой главной фишке этого смартфона, тем, чем он отличается от всех остальных конкурентов и, так сказать, это его главный козырь. Realme GT 5 предлагает два варианта батареи. Да, интересный вариант. Пока что по сливам такая информация, посмотрим, подтвердится она или нет. Первый вариант на 4600 мАч и быстрая зарядка на 240 Вт. Понятно, к чему все это призвано, для того, чтобы очень быстро заряжать ваш смартфон. То есть батарея меньше, а зарядка в два раза мощнее. Но я уверен, что будут люди, которым будет интересен второй вариант развития событий. Это батареи на 2200 мАч, то есть на 600 мАч больше и быстрая зарядка на 150 Вт. Кажется, не так много, но у основного конкурента Redmi K60 Ultra, быстрая зарядка на 120 Вт. То есть даже младший вариант здесь гораздо лучше. Таким образом, вне зависимости от выбранного варианта, вы получите впечатляющую и высокопроизводительную зарядку, что позволит максимально использовать устройство в течение дня. Realme GT 5 предоставит вам выбор и адаптируется под ваши потребности, обеспечивая потрясающую производительность, пространство для хранения и опции для зарядки. Когда же появится этот смартфон? Ожидается, что Realme GT 5 может дебютировать к концу августа в Китае. Несмотря на отсутствие официальных подробностей и серьезных тизеров от бренда, такое предположение основано на текущих наблюдениях и анализе обстоятельств. Поклонники бренда Realme ожидает с нетерпением официальной информации о релизе и внимательно следят за новостями и анонсами от этой компании. Если вы хотите продолжать следить за этим, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь я выкладываю все лучшие новости и самые лучшие телефоны, которые можно найти в этом мире. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. А вам я пожелаю хорошего дня, отличного настроения. С вами был я, Эдскрайбер. Субтитры сделал DimaTorzok